Наша съемочная группа была в числе первых посетителей выставки современной каллиграфии и летринга. Ее презентации предшествовало неофициальное открытие, когда работы можно было пристально разглядывать в тишине. Над экспозицией трудились два столичных дизайнера – Елена Григорьева и Мила Романова. Обе совмещают профессиональную деятельность и увлечение каллиграфией и летрингам. Они-то нам и помогли разобраться в нюансах этих направлений искусства. Говоря простыми словами, летринг – это буквы, которые мы с вами писали на обложке школьной тетради, в блокнотах, на постерах и плакатах. А каллиграфия – это то, что мы старательно выводили в прописи. В обоих случаях получался красивый шрифт, но разный. В летринге он живой, забавный, не идеальный, в каллиграфии – точный и выверенный. Необычная экспозиция под названием «Цифра мыла» открылась в выставочном зале ГГУ имени Франциска Скорына. 60 работ, 10 авторов, фотокорреспондентов и фотолюбителей. В центре внимания – снимки без резкости. На кадрах – сооружения, животные, птицы, природа, люди – все, что видит каждый из нас, только в необычной, замыленной передаче. Идея принадлежит фотокорреспонденту «Гомельской правды» Олегу Белоусову. Посетителям выставки брошен вызов понять, случайно это снято или автор специально сместил фокус для более эффектного снимка. Помолчать и поразмыслить – именно так приглашает гомельский художник Олег Боклак на свою персональную выставку графики. Экспозицию на неделе представили в музее автографа. На черно-белых работах изображены причудливые образы, навеянные автору его подсознанием. Рассказывать подробно о каждой достаточно сложно, возможно, поэтому Олег Боклак назвал выставку Маучанне. По его мнению, зрителю нужно предоставить свободу мысли и фантазии. Отправной точкой к пониманию замысла автора служит название работ. Далее анонс культурных событий недели предстоящей. Окунуться в тропические джунгли. Посреди зимы приглашает картинная галерея Гаврила Ващенко. Там в понедельник открывается выставка живых бабочек. Будут представлены крылатые красавицы из Юго-Восточной Азии, Австралии, Африки, Центральной Южной Америки. 11 февраля в Доме культуры железнодорожников состоится вечер органной музыки. За инструментом Валерий Шмат. Он же исполняет и вокальные номера. Солирует народная артистка Беларуси Галина Павленок. Отдельным блоком артисты камерного хора Гомельской областной филармонии. В День всех влюбленных 14 февраля в Гомель приедет цыганский театр Джипси Бэнд. Гости представят свою программу «Танцуй цыганка» на сцене городского центра культуры. Начало концерта в 19.00. А в Адвард Турмянцевых и Паскевича и в тот же вечер выступят солисты Гомельской областной филармонии Константин Горошко и Александр Пономаренко. Артисты споют об обыкновенном чуде под названием «Любовь». И на этом у меня все. С самыми интересными культурными событиями регионов ознакомили Евгения Кухаронок и Игорь Марищенко.